Всем здорова! Я понимаю, что данный контент на любителя, но таких любителей с каждым днём становится всё больше. Поэтому сегодня рассмотрим Doogee S80. Сразу же хочется сказать, что по сравнению со смартфоном BlackVBV 9500 Pro, обзор которого я снимал совсем недавно, практически все ощущения остались. А конкретно я говорю о кирпичности, громоздком корпусе, но и о хорошей автономности, неплохом внешнем динамике и, конечно же, о широкой функциональности. Телефон весьма и весьма солиден по дизайну, а его вес превзошёл все ожидания – целых 394 грамма. А это на 30 грамм больше, чем тот же BV9500 Pro и практически как два iPhone XS Max. Стоит ли говорить, что и коробка здесь не маленькая? Я лично впервые такую вижу и показывать её более подробно не буду. Добавлю лишь, что в комплекте есть кабель, блочок зарядки, плёночка на экран, переходник на 3,5-мм разъём, а также OTG кабель, ну и антенна для работы рации. Этот обзор я решил сделать конкретно по пунктам, потому что покупатели будущие, да и в принципе все зрители данного ролика должны понимать, с чем они столкнутся и что это за телефон в целом. Так как слоган нашего с вами канала IT на понятном языке, то и данный обзор будет максимально понятен для всех. И начать я предлагаю с обзора визуального. Кстати сейчас смартфон стоит больше 400 долларов, но я не считаю эту цену приемлемой ни в коем случае, тем более что за меньшие деньги есть довольно много конкурентов и они точно уж ничем не хуже. Эти несколько моделей и цены на них в вашей стране можно найти с помощью сервиса e-каталог. Здесь очень удобно реализован фильтр товаров по разным параметрам, включая интересующий нас процессор, объём аккумулятора, ну и конечно же цена. Самое важное то, что сервис позволяет выбрать несколько подходящих моделей и сравнить их по цене. Приятным бонусом станет возможность прочитать отзывы уже купивших пользователей и уже после принять окончательное решение о покупке. И поверьте, используя данный сервис вы точно не прогадаете, как с надежностью магазина, так и с лучшими условиями для покупки. Ссылки на e-каталог будут в описании, заходите и чекайте. Корпус громоздкий, его толщина дофига миллиметров, 21 если быть точнее. На ощупь он приятен, задняя панель это полностью резина, о качестве которой я судить не берусь, ибо каждый использует смартфон по-разному. Бывают случаи, что и за год она может отвалиться частично, а есть у меня экземпляры, которые с подобными телефонами больше трёх лет ходят и всё нормально. Дизайн грубоват, конечно, но небольшие скосы на задней панели в принципе его смягчают и придают какой-то футуристичности что ли. Сзади металлическая вставка, ну куда же без неё. Внутри две камеры, вспышка и сканер отпечатков. На нижней части находятся два динамика, по заявлению производителя, но послушав их некоторое время и позакрывав периодично то один, то другой разъём, складывается ощущение, что там всё-таки один динамик стоит по центру. Опять же, не хочу клеветать на компанию Doogee, но зная их режим размытия фона на камерах и вторую камеру, которая по факту муляж, я могу допустить, что динамик реально один и мне не показалось. Хотя, я был бы только рад ошибиться. Качество его звучания среднее. Не сказать, что плохо, но вот по громкости это примерно один уровень с тем же BV9500 Pro. Очень неплохо. На боковых панелях металлические вставки. Здесь у нас кнопки громкости, блокировки, рации, а также настраиваемая кнопочка под запуск любого приложения. Хотя я что-то поначалу подумал, что это красная кнопка активации игрового режима, который есть только на Doogee 70. Сверху находится разъем для антенны, снизу Type-C и печально то, что заглушки здесь есть. Хотя конкуренты по цене уже давно от них избавились и им нормально. Еще одно важное замечание. Дисплей слегка утоплен, рамки торчат заметно, а это значит, что склонность к повреждениям дисплея меньше, чем у смартфонов, где стекло в один уровень с корпусом. И это есть гуд. Что там у нас по защите? Опять же, она есть, но я ни в коем случае не берусь утверждать о том, что и стекло здесь подобно адамантию, то есть разбить которое невозможно. Защита IP69K, заявленная производителем, мною сегодня проверяться не будет. Но по информации со многих непроверенных, к сожалению, мной источников, могу говорить о том, что этот телефон действительно неплохой, да и по собственным ощущениям я это понимаю. Я могу с уверенностью сказать, что класть телефон в воду можно, ровно как и ронять его с высоты примерно метр. Не то, чтобы это можно делать и желательно, но факт в том, что особо ничего с телефоном не случится налицо. Следующий пункт – железо. О да, здесь огромнейший аккумулятор, емкостью в 10 000 мАч. И скажу я вам, что за день среднего пользования смартфон у меня разрядился на 25%, то есть это около 4 суток обычного использования и около 3 дней активного. А это опять же крутой показатель. Процессор Helio P23, если честно, то он меня достал уже, я думаю, как и вас. Но пора бы уже во флагманы ставить хотя бы Helio P60, ну или в идеале Snapdragon 660, ну или хотя бы 636. Было бы куда веселее, тем более если оставить цену на том же уровне, а я знаю, что это сделать можно. Оперативная память 6 гигабайт, постоянная 64. Операционная система Android 8.1 с фирменным лаунчером Doogee OS 2 и по сути всё. Да, беспроводная зарядка поддерживается, NFC конечно же есть, а помимо этого есть и масса датчиков, как например барометр, шагомер. Для этого есть отдельный ярлычок в меню Toolbar и отдельно в меню есть сам шагомер. Используя этот смартфон, я понял, что никаких глобальных проблем в нём нет. Он не подлагивает, нет никаких сбоев. Я не могу сказать в целом, что будет через полгода год, но на данном этапе эта модель довольно хорошо работает. Я думаю, что вы и без меня должны понимать, что в каждом смартфоне на первое место выходит SOC, то есть система на кристалле. Это чипсет, то есть процессор, графическое ядро и все модули, которые с ним устанавливаются вместе. Здесь же Helio P23 и для смартфонов с таким ценником он явно не очень. Хочется сказать производителю, что вам нужно либо цену снизить баксов хотя бы на 100 на этот смартфон, либо же оставить ценник таким же, но поставить более мощный процессор. Кстати, не могу сказать, что игры плохо идут. Нет. Но тот же PUBG на минимальных настройках не даёт стабильный и адекватный фреймрейт. Если брать что-то попроще, то да, там без проблем. И вообще, игры я не хочу особо показывать, поэтому поехали далее. Друзья, на дисплее останавливаться особо не будем, потому что дальше есть ещё более интересные темы. Если вкратце, то это 6-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Картинка здесь вполне сносная, косяков не обнаружено. Здесь и широкие углы обзора, и поддержка 10 одновременных касаний, да и в целом экран этот абсолютно соответствует своей ценовой категории. Отдельно хотелось бы показать работу рации, и скажу сразу, что коннектится она не только со смартфонами точно такими же, но и с любыми другими с подобной технологией, и даже с полноценными рациями. Настроить сопряжение с обычной рацией будет более проблематично, ведь настроек там побольше. Но если разобраться, то сделать это можно. Единственная проблема – заглушка. Если будете часто пользоваться рацией, то она у вас не будет плотно прилегать. И именно поэтому мне не нравится то, что до сих пор используются заглушки, причём плохого качества. Ну, вроде бы по основным аспектам смартфона мы с вами прошлись, и я думаю, что разбирающиеся люди в теме давно уже поняли, что это тот же BlackVide 9500, 9500 Pro, Duja S60, Duja S50 и многие другие смартфоны подобного типа. Здесь операционные системы и оболочки очень похожи. Здесь те же самые фирменные приложения и надстройки в меню. Ну, прям всё то же самое. Блин, ну это то, о чём я говорил уже ранее в своих видео. Человек, который пользовался подобным устройством после покупки этого, не ощутит абсолютно никаких эмоций, никакой эйфории от покупки нового смартфона. Потому что, блин, это грубо говоря то же самое, что он уже держал в своих руках, только в новой оболочке. Но под конец хотелось бы больше времени уделить как раз таки камере и рассказать о ней более подробно. Камер здесь две сзади и одна спереди. Фронтальные на 16 мегапикселей, основные 12 и 5 мегапикселей. На сайте производителя указан двойной PDAF, а именно фазовый автофокус. Но проблема в том, что при съёмке видео смартфона за 400 баксов, как бы вам это сказать, не фокусируется. Не фокусируется, ну и как такое может быть? Для работы фазового автофокуса должен быть отдельный микропроцессор для матрицы. Но судя по всему, он здесь или отсутствует, или не откалиброван. На примере видеозаписи видно, что картинка смазанная, дёрганная, стабилизация работает, но не так, чтобы прям заметно. Обе камеры пишут видео в Full HD, 4К и не пахнет. В смартфоне за 400 долларов. Мда. С видео всё понятно, это слабая сторона всех китайских смартфонов третьего эшелона, а я напомню, что эта модель именно к таким относится. Но что там по фото? С фото дела обстоят лучше. Не на много. И только в хорошем освещении. А теперь для наглядности три снимка, сделанные в условиях недостаточной освещенности, на iPhone 5S, Xiaomi Mi 5S и Duge S80. Даже невооружённым взглядом заметно, что iPhone гнёт свою линию и делает снимок с неплохой чёткостью и недостатком контраста. В принципе, этот снимок и является здесь самым лучшим. Xiaomi Mi 5S сделал кучу мыльца, если приблизить, но цветопередача более живая. А вот что сделал Duge? Снимок смазанный. На создание фото здесь тратится больше времени, а следовательно, при съёмке с рук могут возникать проблемы с фокусировкой. Цветопередача никакая. Ну и продолжать я смысла не вижу. Сплошное разочарование. Вот такой вот он Duge S80. С неплохим аккумулятором, с неплохой сборкой, с хорошим дисплеем, но с никакущей эргономикой и просто ужасной камерой, как по мне. Подобных смартфонов довольно много. И для вас я подготовил несколько из них, и ссылочки на них вы можете найти в описании. Да и в принципе, переходя по этим ссылкам, вы попадаете на Е-каталог, где вы можете без проблем отфильтровать все нужные вам параметры и посмотреть все цены интересующих вас смартфонов. Это удобно, переходите. Итоги, смартфон получился достаточно дорогим, в меру надёжным, ну и так сказать, на любителя. Хотя, рекомендовать эту модель я реально могу тем, кто ранее не пользовался подобными смартфонами. Друзья, ну а если видео вам зашло, то не забудьте обязательно подписаться на канал и проставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Всем удачи и добра. Пока.